Всем привет, я Катя и вы на канале Ей Мои Животные. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как проблемы, с которыми сталкиваются новички в содержании кролика. Поэтому, если вам интересно, что это за проблемы и как с ними справляться, решите их, если вы с ними не столкнулись. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, а мы начинаем. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это у вас сразу возникает вопрос, как только вы надумали уже купить кролика, где его покупать, у заводчиков или в зоомагазине, это самая такая масштабная проблема. Потому что вы мне в комментариях спрашиваете, Катя, где ты покупала кролика, в зоомагазине или у заводчика? Конечно же, у заводчиков покупать кролика намного лучше, это и безопаснее, и лучше для самого кролика и для вас, потому что у заводчиков они вам предоставят родословную, ветпаспорт, все со всеми прививками, со всем остальным, расскажут, как его правильно кормить, какую клетку, расскажут вообще про кролика, как правильно ухаживать. Это намного, на 100% лучше, чем в зоомагазине. Но, если вы надумали покупать кролика в зоомагазине, хочу вам сказать, что вы должны прийти уже готовыми ко всему, знать все абсолютно про кроликов, потому что, чтобы у вас не получилась такая проблема, как у меня. Во-первых, кроликовы могут подсунуть больным, могут подсунуть вообще не той природы, которую вы хотите, потому что я, когда приезжала в зоомагазин покупать кролика, я вообще о них ничего не знала. Я знала, что есть порода у кролика. Карликовый декоративный, это декоративный, это большой кролик, он был маленьким и вырастает, а Карликовый был маленьким, он останется маленьким. Вот это вот только я знала о кроликах, и все. Что хочу посоветовать? Если вы едете в зоомагазин покупать кролика, вы должны знать, как выглядит здоровый кролик. Сейчас я вам буду рассказывать про болезни у кроликов. Я, конечно, не хотела вставлять эти картинки, но я обязана просто их вставить, так как вы должны знать, как выглядит болезненный кролик и как выглядит здоровый кролик. Поэтому, если кто сильно впечатлительный или кушаете, пожалуйста, просто не смотрите картинки, но хотя бы послушайте. Не у здорового кролика будут текти глаза, то есть будут какие-то, в общем, как будто бы кролик плачет. В общем, такие вот слезинки там, будут слезиться глаза, это уже нездоровый кролик. Вы должны посмотреть уши. Уши кролика должны быть чистые. Если есть какие-то прыщи, какие-то какранки, тоже это кролик, уже с ним что-то случилось. То есть это не просто так. Также вы должны посмотреть обязательно на зубы кролика, чтобы был правильный прикус, чтобы зубы не росли в разные стороны, чтобы все зубки были здоровые, красивые, чистые. Это все очень сложно, особенно если вы первый раз покупаете кролика. Но меня эти проблемы обошли, хотя я вообще ничего не знала, я рисковала просто попасть и купить больного кролика. Но, слава богу, в добрый час сказано, с Бущенкой все хорошо. Она уже живет у меня 7 лет. Единственное, что нас обманули продавцы, это сказали, что декоративный кролик и карликовый это одно и то же. То есть я хотела карликового кролика, но получила из вот такого, вот такого кролика. Ну, сами понимаете. Я вообще ни капли не жалею, что нас обманули. Было, конечно, неприятно, но я не жалею, потому что было интересно смотреть, как бусинка растет, развивается. Поэтому, в принципе, я ни капельки не пожалела, но это уже на их несовести. Продавцы, ну, у них вообще нельзя спрашивать, какой корм лучше брать, чем лучше кормить кролика, какую клетку покупать, потому что им лишь бы спихнуть кролика, они вам расскажут все абсолютно неправильно, хотя есть и добросовестные продавцы, которые подскажут вам все правильно. Но это вы уже должны сами проверять, потому что, когда вы едете в зону магазина, опять же, повторюсь, покупать кролика, вы должны быть готовыми к тому, что вас могут обмануть, и вы должны знать хотя бы половину информации о кроликах, как должен выглядеть здоровый кролик, и чем он должен питаться, каким кормом, и в каких условиях жить. Это первая проблема. Когда вы уже определились с выбором кролика, где вы будете его покупать, в зоомагазине или у заводчиков, следующая проблема – это выбрать самого кролика. В общем, так, чтобы у меня много вопросов поступало, подскажи, какую породу выбрать, какая лучше, какая хуже, какая более ручная, какая более безболезненная порода, у которой нет болезней. Честно, ребята, в этом я вам помочь не могу, потому что у кроликов нет плохих пород. У кроликов все породы хорошие, все по-своему хорошие, у всех по-своему есть плюсы и минусы, но хочу вам посоветовать одно. Я гусенку увидела, и я вообще сразу не раздумываю, сказала «берем», потому что мне гусенка, она понравилась. Вот я посмотрела на нее, и я поняла, что это мой кролик. То есть вы должны понять, что это вот, у вас должна на этого кролика лечь душа, чтобы вы сердцем чувствовали, что да, это мой кролик, и я его забираю. Это единственное, что я вам могу посоветовать. Какая порода, вы уже должны выбирать сами, какая вам больше нравится. Следующее, когда вы уже купили кролика, это естественно, где он будет жить. Клетка, вольер или свободный выгул. Здесь, конечно, уже у всех абсолютно мнение разделяется. Кто-то говорит, что «так, что с ним будет, пусть живет в клетке в маленькой татю, это же кролик». Ребята, это бред, я вам сразу скажу. Хорошее жилье для кролика, если вы все-таки решите его содержать в клетке, клетка должна быть минимум 70 на 40 сантиметров. Это минимальная длина клетки. 70 на 40, это самый маленький размер, в котором можно содержать кролика. Это такой самый худший вариант уже. Конечно же, чтобы кролику было достаточно места, ему нужна клетка хотя бы метр, метр, полтора метра на 50, и в высоту где-то 60-70, чтобы кролик полностью мог встать на задние лапы и потянуться, выпрямиться, как обычно кролики это делают. Клетка, которая у меня, она хорошая. Я не скажу, что она супер-пупер огромная, нет. Для бусинки эта клетка тоже не супер-пупер огромная, не идеальная, так сказать, но жить в ней кролику можно. Конечно, самое лучшее содержание, если не считать клетки, это либо свободный выгул, либо вольере. Вольер, это был мой самый оптимальный вариант, но родители сказали, что куда вольер? Этот вольер займет полк нашей квартиры, потому что у нас двухкомнатная квартира, она маленькая, поэтому вольер просто втыкнуть в нашу квартирку просто некуда. Хотя люди живут в однокомнатной квартире, и у них кролики бегают по тому же месту, где и живут сами люди. Но я думаю, что это не очень гигиенично, потому что кролики все-таки ходят в туалет, они потом на это наступают, и тоже не очень гигиенично. Самый лучший вариант это вольер, потому что вольер, он должен быть, я не помню честно, насколько, но на экране высказаться хорошие условия для кролика, то есть какой должен быть хороший вольер. Свободный угол это просто вообще идеально для кролика, потому что он бегает по всей квартире, творит что хочет, у него просто вся квартира в его распоряжении. Он бегает, прыгает, скотчет, отдыхает, в общем, это, конечно, самый лучший и идеальный вариант. Клетка это такой самый вариант уже на крайняк, если просто уже нет выбора. Хотя скажу вам, что клетка, вот бусина, мы тоже ее уместили, конечно, в нашей квартире есть угол, в который просто клетка бусина идеально вписалась, но все равно, я думала, что она не влезет, но нет. Слава богу, все хорошо. Это самая большая клетка, которая есть в нашем городе. Я хотела, конечно, еще больше, но она бы у нас тупо не вместилась в угол, вот, и также просто у нас ее нет. Я бы, конечно, купила, но, к сожалению, увы. И когда вы уже определились с выбором кролика, когда вы уже купили клетку, конечно же, состоит вопрос, чем вы будете его кормить, какой кролик выбрать. Это самый распространенный и самый часто задаваемый вопрос. Самое главное. Корм у кроликов должен быть самое первое и самое главное беззерновое, потому что зерно кроликам категорически нельзя, они от него толстеют. Далее корм должен быть от хорошей фирмы, чтобы там были максимально натуральные продукты. Хорошие виды кормов это Little One, зеленая долина, я вам буду вставлять фотографии. Версель Лага Кани Натур, хороший тоже. Но вообще такой самый оптимальный вариант, если в вашем городе есть корм с гранулятами. Также есть разные фирмы, Версель Лага, Little One. Например, у нас в городе такой, конечно, редко появляется такой корм, называется Версель Лага Криспи Пеллетс. Вставим им также фото, это чисто гранулы, то есть самая основная еда, это корм должен быть гранулированный и в составе должно быть только спрессованное сено. Вот. Это, конечно, самый идеальный корм. Например, Витакрафт Пеллетс, это тоже плохой гранулированный корм, потому что там есть, все-таки в этих гранулах есть зерно перемолотое. Я читала бусинку, я несколько недель кормила этим кормом, я не знаю, ребята, сколько мы с бусинкой кормов поменяли, но я бусинку кормила кормом Фиеста, Лоло Пэтс, Природа, в общем, всеми вот этими плохими кормами зерновыми. Честно, я вообще не знаю, как эта бусинка у меня еще не разжирнела полностью, потому что, хотя, наверное, я знаю, потому что бусинка вообще не кушала это зерно. Но самое интересное, что бусинка выбирала то, что нравится ей, и она была молодец, пока не узнала, что кроликов нужно кормить беззерновым кормом. И тогда я уже, когда купила нормальный корм, бусинка начала его полностью съедать, и этот корм был и полезный, и вкусный, и бусинка его полностью съедала, хотя корм и дорогой. Да, ребята, конечно, корм для кроликов дорогой, но главное, чтобы он был хороший. Цена это уже не важно, не самое главное. Далее, также, что из еды. По поводу сена. Также спрашивают у меня марки сена. Сено бусинки я покупаю от разных марок, главное, чтобы оно было зеленое. И бусинка у меня любит сено с разными дополнителями. То есть, сено с мятой, сено с клевером, обычное сено, сено с сухофруктами. Бусинки такой большой рацион, большой такой вид сена. Только вот эти вот виды сена бусинка кушает, потому что... А, ну, еще кушает иногда люцерну. Луговые бусинка у меня не очень. Главное, чтобы сено было зеленым. Еще раз повторюсь, если сено желтое, оно уже вообще, ну, как бы, никакой пользы не несет. Оно просто пересушенное, тупо это взяли, высушили и кормите ваших там кроликов. Вот. Главное, чтобы сено было зеленое и было хороший на запах. Далее, что по поводу касается сочной пищи. Также мне спрашивают, с какого возраста кролика можно давать сочку. Сочка, это сочная еда, то есть зелень, фрукты, овощи, ягоды и всему остальное. Честно, я вообще не помню, с какого возраста я бусинку начала давать зелень, потому что бусинка у меня сначала первый месяц, где-то так, она не кушала зелень. Потому что нам так сказали. Потом, когда бусинка у меня прожила уже месяц, честно, я не знаю, сколько бусинки точно было, какой у нее точно был возраст, когда я бусинку покупала. Может, бусинки был месяц, может, 2-3 месяца. В общем, кролика можно давать, начинать давать сочную еду с 2-3 месяцев. Если я ошиблась, то вставлю правильный ответ вот здесь вот на экране. Далее, что касается овощей и что можно, какие овощи можно давать, какие травы можно давать, фрукты, ягоды. Об этом у меня есть отдельное видео, поэтому переходите по подсказочке наверху или по ссылке в описании и смотрите видео, какую сочку можно давать кроликам. Ну, значит, ребята, на этом все. Это, конечно же, еще не полный список того, ну, в общем, проблем с кроликами. С кроликом. У меня здесь еще куча пунктиков. Вот, но это я вам уже расскажу во второй и в третьей части. Если вам было интересно такое видео, обязательно поддержите меня лайком, подпишитесь на канал и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, потому что YouTube сейчас работает по такому принципу, что если у меня появилось новое видео, он не всегда может вам его показать, что у кого-то канала вышло новое видео. Поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы посмотреть мои видео первыми. Также переходите по ссылке в описании или вот здесь в подсказочке наверху и подписывайтесь на мой лайв-канал. Ну, а мы увидимся с вами в новых роликах. И, кстати, ребята, у меня на этом месте сила камера, поэтому голос немножко изменился. Но надеюсь, что это особо ничего не поменяло, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик, и мы увидимся с вами в новых роликах. Всем пока!